здравствуйте здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала и сегодня у нас речь пойдет не о цветочках хотя конечно как же без цветочков они здесь рядом вот мои орхидейки тут на стоечке но сегодня в преддверии своего дня рождения я хочу вам сделать тоже небольшой подарок и рассказать вам о замечательной книге замечательной писательницы и леонор портер под названием полианна эта книга я бы рекомендовала ее для семейного прочтения вы знаете и хотя эта книга вышла в 1913 году но она не потеряла актуальность и до сегодняшних времен ее читают читатели этой книги абсолютно разных возрастов разных вероисповеданий и социальных слоев эта книга учит позитивному отношению к жизни она учит тому как даже в самой тяжелой и казалось бы трагичной ситуации можно находить радостные моменты еще раз повторяю что эта книга для семейного прочтения вы знаете вот она у меня например написана вот таким вот очень достаточно крупным шрифтом здесь есть картинки конечно это не цветные иллюстрации но тем не менее то есть вы можете начать читать это с детьми и буквально я так думаю лет с пяти то есть если вы научите своих детей не сдаваться в трудной ситуации не унывать не отчаиваться возможно у нас сократится такое огромное количество детских и подростковых смертей когда наши дети попадая в какую-то ситуацию и как им кажется безнадежную безвыходную вот находят вот такой вот страшный выход из ситуации а эта книга учит как раз искать какие-то положительные моменты вот в самых казалось бы безнадежных ситуациях поэтому я вам очень рекомендую это книга 20 лет назад по-моему я ее прочитала могу немножечко ошибаться она просто изменила мое мировоззрение и теперь что бы ни происходило в моей жизни я всегда стараюсь находить какой-то положительный момент в этом вы знаете вот например сейчас когда происходит у нас ну идет карантин и полземного шара можно сказать остались без работы некоторые даже без средств к существованию ну на этом примере я бы хотела привести какой пример когда объявили карантин например я сказала себе зато я высплюсь зато я приведу в порядок дом зато я научу я буду вязать чего мне так долго долго я не могла этим заниматься потому что у меня просто не хватало на это времени то есть всегда чтобы не случилось вы постарайтесь найти какой-то положительный момент в этой жизни полианна это девочка героиня главная героиня этой книги которая играла в такую интересную игру которую она сама называла радость попав даже в очень трагическую ситуацию когда ее парализовала и врач сказал что скорее всего она до конца своих дней не будет ходить даже в той такой трагичной и страшной ситуации она нашла какие-то радостные моменты придумала которые помогли ей в последствии в общем-то не только пережить это состояние но и встать на ноги поэтому конечно я я бы рекомендовала ее прочитать и взрослым и детям а лучше всего конечно это делать в семье потому что мамочка всегда может не просто прочитать эту книгу акции акцентрировать внимание ребенка на и привести какие-то яркие примеры которые происходят в жизни да и может быть даже поиграть с ребенком в такую игру когда у них что-то ну допустим в семье или там ребенка у этого что-то происходит и мамочка должна его направить и сказать ну давай рассмотрим эту ситуацию вот так ну да вот здесь случилось вот так так и так но зато как бы но зато вот что-то мы можем хорошее извлечь из этой ситуации тем более уже с высоты своего опыта я хочу сказать что не бывает плохих и хороших событий то есть каждое событие можно иногда бывает так что какое-то очень неприятное или очень трагичное событие спустя ну какое-то время даже несколько лет ты понимаешь что это событие явилось для того чтобы случилось что-то хорошее поэтому очень вам рекомендую прочитать сейчас она есть широком доступе в интернете не обязательно покупать вот такую книжечку и очень вам советую так что приятного вам чтения пока пока ваша светлана